Нет, здесь конфликты на национальной почве, мне кажется, вообще не из этой области. Ведь мы же никого не угнетаем, ведь они сами к нам едут. Мы же их не завозим, как рабов, в конце концов. Это их выбор личный, и они должны понимать, что в России, как и в любом другом, условно назовем, у нас в развитом государстве, существуют законы, которые надо выполнять. И это, кстати, относится и к нашим гражданам. Другой вопрос о нашей судебной системе, которая далеко не свободна. Но, тем не менее, я считаю, что в этом отношении мы движемся достаточно быстро и поступательно. А иммигранты должны понимать, что подделывать документы нехорошо, что за это могут в России посадить в тюрьму или как минимум выслать из страны. Да, у них там есть свои проблемы. Я вот недавно видел тоже репортаж, по-моему, из Таджикистана, что люди за три дня занимают очередь в посольство для получения легальной визы, не получают ее, и им приходится ее подделывать. Но здесь должно пройти время, опять же. Но мы не должны сбавлять вот этот вектор развития, который этой ситуации мы задали сами. Мы должны жестко очень реагировать на легальность вот этих вот наших мигрантов, которые приезжают сюда зарабатывать деньги. Вот у меня, допустим, пятеро детей. У меня, как правило, три няни находятся. Двое из них из Узбекистана, одна из Украины, как правило. Ну, они меняются. Я, как добропорядочный гражданин, законопослушный, езжу в отдел полиции и регистрирую их в своей квартире на временную регистрацию. То есть я считаю, что вот если каждый так будет поступать, то, по крайней мере, мы наведем учет, по крайней мере, статистику этих приезжающих, потому что невозможно их даже определить, сколько у нас их находится в стране. Был еще один ужасный случай. У нас работают в доме пятеро или шестеро вот этих вот выходцев из этих республик. И я выношу всегда мусор, ставлю его около подъезда. И тут я обнаруживаю, что мой мусор уже третий день стоит, его никто не убирает. Я спрашиваю, что случилось. Оказывается, эти люди, наш этот вот джет, платил им какие-то 8 тысяч в месяц каждому и полгода задержал им зарплату. И полгода эти 8 тысяч он им не платил и так и не заплатил. Представляете, какой ужас? То есть люди настолько эти бесправны, что их даже вот эти вот копейки, которые они должны были получить, и они как валы работали, они действительно убирали наш двор. И даже вот эти копейки им не заплатили. Почему? Потому что у них не было прав. Это прежде всего не нам нужно, а им, чтобы в будущем они хоть пришли и умели шанс ударить кулаком по столу, чтобы у них была на это причина. Продолжение следует... Продолжение следует...